Достаточно интересная модель пистолета в нашем магазине. Это X-FY от Six Hour. Six Hour это действительно тот самый огнестрельный бренд. Ну, то есть, тот производитель оружия, который создает огнестрельные пистолеты. Но он, видимо, разглядел, что гражданский рынок довольно вкусный. Благо, еще и во многих странах... Ну, то есть, не благо. Но факт в том, что во многих странах, в принципе, огнестрел недоступен большинству граждан. А вот эти вот штуки спокойно продаются и приносят неплохие такие деньги. И вот они этим рынком заинтересовались. И вот-вот свои собственные разработки, я так понимаю, либо где-то на стороне заказывают производство. Хотя, возможно, и сами делают, особенно, понимая, достаточно высокий ценник. Кстати, высокий ценник, пожалуй, одна из единственных таких вот... Один из единственных недостатков этого пистолета. Некогда был у нас обзор в серебряном цвете, а вот очередь черного пришла. Серебряный, кстати, считается каноном. Изначально он как раз был именно серебряным. Я бы вам показал коробку, но я думаю, вы ее тут уже видели. И, кстати, какие у нас тут ачивки нам расписали? 20 belt fed mac, я так понимаю, run the belt fed mac. Видимо, 20 боеприпасов за раз выпускается. Full blowback action, то есть у нас будет blowback. И all metal slide and frame. То есть пистолет полностью будет у нас выполнен из металла. Даже если он не магнитится, в этом нет ничего плохого, потому что сделать пистолет из сыромятины или из сыромятых деталей, это ничуть не лучше, чем сделать пистолет просто из цинкового сплава, который вполне себе так бывает ничего. Комплект примерно вот такой, потому я вам особо и коробку всю эту кухню показывать не стал. Ну, давайте попробуем посмотреть на сам пистолет. Большой, брутальный, достаточно высокая у него, кстати, рукоятка, из-за этого достаточно приятно лежит. Ну, он правда приятно лежит. Это, я так понимаю, типа 226-го, только больше под спорт или я вообще ничего не понимаю. Так что у нас с предохранителем. Да, двойной предохранитель. Одной рукой не супер легко орудовать, но я думаю, это разработается. Благо, подходит для левшей и для правшей. Прицельные. Интересные. Во-первых, регулируются. Во-вторых, все-таки, наконец-то догадались, что с нуля наносить. Марки довольно контрастно. Это, на самом деле, действительно помогает целиться. Конечно, можно заколхозить на любом пистолете, там, мазануть корректором. Но если прицельные не настраиваются, не особо-то это и интересно. Далее, спусковой. Кстати, тоже металлический. Интересная форма у него, такая геометрия приятная. Цепкая. Так, а что по спуску? Ладно, надо посмотреть на заправленном. У нас спортивные пистолеты хвастаются именно легким спуском, но я чувствую, что здесь просто огромный ход. Прям огромнейший. Я так понимаю, у нас дабл-экшен, можно еще и это все дело производить. Так, по органам управления. Так, у нас запорная задержка отсутствует. Также довольно короткий блоубэк. Но это, видимо, сделано для того, чтобы поменьше газа жрало, потому что блоубэк жрет газ довольно активно. И поменьше ствол отклоняло. Ну и, в принципе, меньше будет пистолет болтать. Такой своеобразный компромисс. Снизу планка. Окно выбрасывателя. Полнейшая имитация, кстати, довольно скучно выглядит. Это вот, пожалуй, один из косяков по внешнему виду. Так, а как его снаряжать-то? Заметили, да? Здесь была кнопка. Мы ее нажали. Берем наш источник энергии. Неужто все так просто? И все. То есть ничего тянуть нам не надо. Да, огромный прям, огромный ход. И самое главное в этом пистолете, это его магазин. Ну, фишка не в магазине, это пластиковый неполноразмерный магазин, но он у нас конвейерный пулевой. То есть пистолет, в теории, у нас будет куда более кучным, нежели пистолет на обычных шарах. Думаю, шары все видели из вас. Ну, либо почти все. Вот, если шарапулька какая-нибудь, ну, сколько она там в среднем-то у нас стрельнет? Ну, 10 метров. Ну, и то уже так, со скрипом, то я думаю, тут до 20 метров-то можно попробовать поорудовать. Так, ну, зависит, конечно, от стрелка еще. Заряжать, думаю, понятно, в какую сторону. Довольно сложно ошибиться. Все довольно подсказуемо. Но вот этот момент не буду резать, для того, чтобы вы понимали, насколько долго пистолет снаряжается. Также хотелось бы сразу предупредить, если найдете деньги в магазины, хватайте, не думая, они вам все равно понадобятся, чтобы постоянно туда-сюда его не гонять, не переснаряжать боеприпасами, проще иметь несколько магазинов. Ну, с одной стороны. Но с другой стороны, куда вам торопиться, вас сам свой домашний пистолет заставит немножечко приостановиться, потому что по мере стрельбы, по мере стрельбы у вас пистолет остывает и скорость падает. И чтобы он успел там восстановиться, грубо говоря, до следующей сессии стрельбы, то неплохо бы маленько подождать. Пули встают нормально. Это, кстати, пули у меня люмен. Украинский бренд, кстати, недорогие, ничего не спариваю. Ну, довольно тяжелый для пистолета 0,45, это будет маловато. Давайте я часть наряжу просто клопачков, таких попроще. По массе они 0,28, и они больше годятся именно для пневматических пистолетов. Ну, это факт. И вот если мы увидим какую-то аномальную высокую скорость, скорее всего, это более легкие боеприпасы. Они примерно в два раза легче, ну, и, наверное, в два раза быстрее. Толку от этой скорости не знаю какой, нужно вообще примеряться к пулем, но я думаю, идеально будет какой-нибудь какие-нибудь из твердосплавной пистолетной пули массой до 0,35. То есть мы сейчас постреляем довольно легкими, в принципе, они подходят для пистолетов пулями, и довольно тяжелыми, но 45. Давайте мерить. По окончании пистолет не встает на затворную задержку. Ну, думаю, среднюю скорость поняли. Я так понимаю, то, что было там 110-105 метров, да, по-моему, это были пули 0,28, то, что 80-75 метров, это были пули 0,45, что тяжеловато. Но я думаю, действительно, на 0,35 пули будут идеальны. Также стоит учитывать, что пистолет понемножечку остывает, то есть охлаждается и скоро замедляется. В принципе, это баг абсолютно любого отсюда башного пистолета. Так, по внешнему виду, конечно, есть косяки некоторые, некоторые странные надписи и абсолютно мертвое окно. Также короткий блоубэк. Но, как мы сказали, это такой своеобразный компромисс, чтобы дать пистолету быть более экономичным и более кучным. Да, смущает отсутствие затворной задержки, которую хотелось бы иметь, но так в целом оружием... Оружием он не ощущается. Честно скажу, ощущается просто очень качественным... Очень качественным пневматическим пистолетом. Может быть, это даже и хорошо. Хотя изначально, как я понимаю, идея пистолета такова, что он плюс-минус похож на настоящий огнестрельный, да, и с его габаритами, то есть с габаритами такого же спортивного пистолета, типа, можно потренироваться. Ну, не знаю. То есть все-таки для каких-то тренировок, начальных манипуляций, начальному обучению необходим уж точно полноразмерный магазин, но здесь у нас есть неполноразмерный. Но, с другой стороны, он будет более точный, потому что реализовать полноразмерный магазин на пулях пока что удачно еще ни у кого не получилось. Есть там какие-то задумки у Гамма, и, по-моему, Хацана, и у Кроссмана, вот эти вот довольно странные 19-11, но они работают как попало. Это хотя бы метко стреляет, но не сильно похоже. То есть ни туда, ни сюда. Плохим его не назвать, да и хорошим тоже. Так, ну, не знаю. Не буду никакую оценку давать, но вы имеете право это делать, там, проголосовать рублем, ну, или хотя бы, в крайнем случае, оставить комментарий, что об этой штуке думаете. Не забывайте, кстати, следить за социальными сетями. Кто следит, имеет шанс выиграть чего-нибудь. У нас там регулярно раздача призов происходит. Также канамьте с помощью скидочного промокода и подписывайтесь на канал, для того, чтобы поддержать нашу деятельность. Заранее вот за это всем отдельно от меня спасибо. Ну, и отдельный промокод, да, я уже говорил про него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...